В век информационных технологий мы не оглядываясь смотрим вперед. Вместе с тем, многих ошибок можно было бы избежать, опираясь на опыт прошлого поколения. Это отлично знает наш следующий герой, главный архивист Государственного исторического архива Чувашской республики Федор Козлов. Сегодня стало известно, что он занял второе место в конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист России». В свое время Федор Николаевич был и фрезеровщиком, и учителем, и начальником отдела архивов Минкультуры Чувашии. Но верх одержала тяга к научной работе. 39 лет Федор Козлов издал три монографии и подготовил докторскую диссертацию. Сфера его интересов – история православия, советский период в национальных регионах Среднего Поволжья. Мало таких энтузиастов, которые бы осмелились рассматривать такой советский период. Да, у нас, конечно, были отдельные труды, вот Петр Денисов, да, но все-таки те монографии и труды, они несут более такую идеологическую все-таки сторону, потому что были написаны в советское время. А вот в нынешнем труде, который предоставил Федор Николаевич Козлов, конечно, смело заключается в том, что он в первую очередь не побоялся работать в архивах. Да, это колоссальная работа по работе в архиве. Это ведь надо все просмотреть, и не просто просмотреть, проанализировать, систематизировать и изложить. Вот в этом, конечно, заключается подвиг. Результатом долгой и крепотливой работы стали два научных издания, а не простых для православной церкви в временах. Оба издания вызвали большой интерес у научной общественности, духовенства и просто верующих граждан. Он рассказал нам историю нашей Чувашской республики, вот Чувашии конца 19-го столетия и вот начала 20-го столетия и самые вот эти страшные годы. Почему нам было интересно? Потому что он опирался, каждое свое слово подтверждал документами. И мы верили ему. В прошлом году Федор Козлов подал заявку на участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший архивист России». Основной критерий конкурса – это использование документов. Помимо использования своих монографий, Федор Николаевич целый год сотрудничал с национальным телевидением Чувашии, помогая готовить передачу «След в истории». Рассказ о Казанской губернии, точнее ее территориях, входящих в состав современной Чувашии в годы Первой мировой войны, был настолько интересным и подробным, что авторам программы пришлось создать специальную рубрику – «Записки архивиста». О том, как помогали больным и раненым, как жилось военнопленным, как работала почта и цензура, как проходила мобилизация, об этом и многом другом рассказывал телезрителям Федор Козлов. Был установлен принцип кружечного сбора. Когда во всех церквях помещалась специальная кружка, но в нашем понимании, если мы идем в церковь, это ящичек, тогда это была обычная кружка и назывался это кружечным сбором, куда каждый, кто приходит в церковь, мог по своему желанию опустить любую сумму – от копейки, полкопейки или еще сколько-то, в зависимости от того, какие финансовые возможности у человека есть. Сегодня Федор Николаевич собирает материалы для монографии о чувашских братьях-священниках Якове Андрея и Федоре Турханах и готовит совместный проект с газетой «Советская Чувашия». Дарина Игнатьева, Елена Гальперина, Республика.